Надеть колготы в 5 лет – целое испытание. Как говорит Татья, легче поджарить яичницу. По утрам девочка сама готовит родителям завтрак, из-за чего мама и папа на работу не опаздывают, а еще отвозят Тату к логопеду. Для Татьяны и Александра синдром Дауна – не приговор. Месси на площадке ходят во дворе. Да, мы вместе гуляем на площадке во дворе. Вот это такой экшен. Мы достаточно развиты. То есть ребенок умеет считать до 10, да, она у нас считает полностью, или уже до 20, я сейчас… До 15 где-то нормально. До 15, нормально. Потом она знает весь алфавит, читает по слогам. Роба чинишь? Да. А она поломалась? Конечно. Да почему же, мне кажется, целая. То есть это у нас сейчас немножко в другом направлении используется. Честно скажу, состоим в группе «Солнечный круг». Мы за чатом и общением там следим. И для нас любые фотографии, видео, указания на врачей, на какие-то проблемы – это для нас всегда информация, из которой мы что-то полезное для себя обязательно берем. В этом чате больше ста семей. В каждой есть солнечный ребенок. В одной даже близнецы. Алена руководители рассказывают – единомышленники важны. Сегодня они семьями ходят в бассейн, проводят арт-терапию и отмечают праздники. Но главное для родителей – поддержка. В сообществе есть люди, которые понимают друг друга, поддерживают друг друга. И такая вот взаимопомощь. Ну и самая такая тоже отличительная черта, что самые лучшие специалисты по работе с синдромом Дауна – это тоже родители, у которых есть такие дети. Дуня играет в футбол два года. Силу воли она развилась здесь. И с года в год «Солнечный круг» доказывал, что их дети такие же, как и все. Спортивный клуб «Темп» – первый и пока единственный в крае, где тренируют детей с синдромом Дауна. Программа тренировок – 80% адаптивной физкультуры и 20% футбола. Всего два десятка спортсменов. Ребятишки боялись подойти друг к другу, забивались в угол, стояли, никому не подходили. То сейчас можно видеть, что они друг с другом контактируют. Безусловно, у них улучшилась и физическая форма. Но коммуникация – это, конечно, самое главное для них. Общение дает нам понимание, что могут наши дети, чего они не могут, как их этому научить. Потому что наши ребятишки отличаются тем, что чаще всего, что ты научил ребенка, вот то он умеет. Причем это не просто научил, это тысяча повторений. Татья уже у логопеда. Ее занятия не отличаются от других. Она также играет в предлоги и читает по слогам. Сегодня мама и папа уверенно говорят, девочка готова к школе. В первый класс она пойдет, как и все, в шесть лет. Правда, выбор учебного учреждения стоит остро. Общество до сих пор не принимает таких малышей. Родители рассказывают, как здоровые взрослые выпроваживают с детской площадки и даже оскорбляют деток. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин.